Первая авария произошла в 11-м часу утра на пересечении улицы Усть-Балыкская и Объездная. Пенсионерка за рулем Део Матис не предоставила преимущества при отключенных светофорах, в результате чего произошло столкновение с грузовым самосфалом, который двигался по главной дороге прямо. Другая авария произошла в 10-м часу вечера. 28-летняя местная жительница переходила дорогу в неположенном месте, напротив 12-го микрорайона. Не заметила движущийся автомобиль, в результате чего водитель автобуса совершил на нее наезд. В обоих случаях горожанки были доставлены в больницу, а после осмотра отправлены домой на амбулаторное лечение. Всего за выходные на улицах города произошло 11 ДТП. Также сотрудники полиции сообщают о 14 преступлениях за минувшие дни. Был возбужден ряд уголовных дел по факту фиктивной регистрации граждан. В одном случае 47-летний житель нашего города фиктивно зарегистрировал в своей квартире жителя Таджикистана. В другом случае 55-летняя жительница нашего города прописала в своей квартире двух жителей нашей страны. За последние два дня отмечен рост мошеннических действий. Сразу четыре нефтьюганца попались на уловки аферистов и потеряли в сумме 180 тысяч рублей. Жителям нашего города следует быть осторожными и внимательными. При поступлении звонков, сообщениями о том, что ваши банковские карты находятся в опасности, что необходимо скачать специальные приложения для сохранности ваших накоплений. Ни в коем случае не следует никому называть ваши персональные данные. В двух случаях горожане попались на схему с лже-сотрудниками банка и продиктовали коды из СМС-сообщений. Другая 17-летняя местная жительница при продаже игровой приставки в интернете продиктовала злоумышленнику данные банковской карты. А 34-летний мужчина оплатил онлайн-патроны для травматического пистолета, но посылку не получил.